Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мой путь он благотворительный, то есть он был посвящен солнечным деткам, посвящен детям с синдромом Дауна. А в Одессе находится один из самых больших центров солнечных деток, скажем, по всему СНГ. Самый большой, самый интересный. Вот туда я направил свои колеса, меня там уже ждали. Всем привет! Привет с Одессы! Как вы знаете, мой проект в какой-то части еще и благотворительный. То есть я стараюсь помогать как-то что-то. В данный момент, в данный проект я стараюсь помочь нашим солнечным деткам, деткам синдромом Дауна. То есть стараюсь найти в каждом большом городе центр с детками, с солнечными детками. Стараюсь их посетить, покатать, что-то подарить, не знаю, заставить улыбнуться. Вот, в такой момент. То же самое мне повезло в Одессе найти такой центр. И сейчас я еду туда. Трудно снимать и говорить. В Одессе такое движение хаотичное. Здесь и справа, и слева и трамвай, и пешеходы бегают, еще и скутеристы мотаются. Так что еду к солнечным деткам, надеюсь, вызову у них улыбку, радость. Ну, попробую заснять и вам показать. Так что, всем привет с Одессы! Нашел этот дом. Здесь переулки. Это же Одесса. Вот, осталось найти квартиру, где-то организация располагается. Попробую найти такие вот переулки. Вся Одесса в таких переулках интересна. Сейчас попробую найти. Так, где-то я... Куда-то я пришел. Здрасте! Здравствуйте! Здрасте, здрасте! Я попал. Я попал вольный. Так, это вам за ваши заслуги, за ваш труд. Девочки, идите сюда. Это вас. Нам основным надо цветы вручать. Настя, Лена, иди сюда. Настя, Лена. Ну, Настя. Настя, Литнеско. Настя, привет. Привет. Это тебе, держи. Спасибо. Это тебе с Таджикистана. Так, а нас как зовут? Лена. Лена. Леночка, держи тебя. Спасибо. Это тебе. И еще кое-что у нас есть? Так, держите. Снимайте. Только ровно, ровно, ровно. А то мне оператор потом пошей даст. Хорошо? Еще один. Есть маленькие сувениры из моей родины. Есть ли вы не против? Так. Это флаг моей родины. Держи. Это тебе, Настя. Вы скажите, в какой родине? Это родина в Вест-Таджикистан. Леонид. Да, Леонид из Таджикистана с хорошей миссией отъезжать наших солнечных деток. Так что, детки, скажи привет. Привет. Может, много кто увидит. Салам алейкум, Таджикистан. Я наконец нашел это место. Мы здесь. Здесь уютно и хорошо. Сактовый зал. Здесь у нас музыкальный терапевт занимается с детьми. У нас здесь проводятся репетиции. У нас же танцевальный коллектив. Шестеро детей у нас танцуют. Ой, здорово. Называется Солнечные ручки. Здорово. Лауреаты очень многих конкурсов. Класс. Международных в том числе, да? Молодцы, молодцы. Здорово. Поэтому, что мы здесь. А сколько детей в центре? Тридцать пять семей у нас. Ух ты. В одной семье сразу двое деток у нас с миром уголовный. Солнечные дети? Солнечные. Соликом дистанцуют. Молодцы. Оксана покажет, может, видео. Ладно, с удовольствием. С удовольствием посмотрим. Это их совместная работа. Значит, они каждый вырезал домик, дерево. Красиво. И они сделали... Профессионально. И они, короче, сделали такой, знаете, вот свой город мечты, который, наверное, они видят, с которым они, наверное, хотят жить вместе, наверное, дружно, всей одной большой, солнечной семьёй. Красиво. Да. И этот калаш стал победителем, да. У нас на пасхальное... была выставка «Пасхальное сияние». Не так много, чтобы вызвать улыбку у солнечных детей. Подарить им чуть-чуть тепла, внимание. Смотрите, радуются. Молодцы. Мы все едем в Киев. Все. Вот такой дружной-дружной семьёй. Я провёл там целый день. Я познакомился с родителями. Я познакомился с детками. Мы рисовали, мы писали, мы пели вместе, играли в какие-то игры. Лепили из глины каких-то там, не знаю, животных. То есть, мне надарили подарков. Я надарил подарки детям. Это был очень интересный, тёплый день. От детей исходила такая сильнейшая энергетика. Улыбки солнечных детей, они незабываемы. До сих пор вспоминаю этот день с очень сильной теплотой. Что я сделал? Я постарался соединить центры, в которых я проезжал, именно с этим центром. Этот центр был самый мощный, самый сильный, скажем так. И я соединил все центры, дал контакты. И люди созвонились, родители, скажем так, скооперировались и вместе стали общаться. Вот это вот очень интересный момент, который я внёс в свою лепту в развитие вот этих центров. Причём соединились со всех, с разных стран. Это было незабываемо. Так что Одесса, вот такой город. Скажу так, как путешественник, я заметил, что в Одессе живут самые красивые женщины на свете. Скажу так, исходя из 52 стран, которые посетил, на это обращаешь внимание. Генофонд Украины, а особенно одесский генофонд, он удивил. Это удивительный народ, удивительные девушки, удивительные женщины. На самом деле шея постоянно ломалась от оборачивания. Красивый народ, красивые девушки, красивые женщины. Действительно, если Фархот начал говорить про генофонд, там вообще на Украине есть такая шутка, что у них самый ценный валюта, золото, это сало. А с моей точки зрения, я был на Украине два раза. Их настоящий генофонд действительно эти женщины. Субтитры создавал DimaTorzok Вот он тот самый знаменитый вид с высоты 168 метров. А с руки в татуе Родина-Мать. Во-первых, скажу о людях. Киевляне, вот, на пятерочку люди. Классные, спокойные. Что у меня удело в городе, это его несуетливость. То есть в больших мегаполисах все куда-то торопятся, несутся, пибикуют, жизнь кипит, бизнес дела. Киев не такой, он спокойный. Это сразу видно со стороны. То есть въезжаешь с него или входишь там, но люди спокойно прохаживаются, спокойно общаются. Вечерний Киев обязательно увидишь. Молодежи куча прогуливаются, на гитарах играют, сидят, общаются. Везде музыка, везде люди, везде свет, фонтаны. Такой классный дневной Киев. Ходишь, смотришь на эти золотые купола, эти огромные ратуши. Вообще, сам по себе это очень красивый зеленый город. Весь в ратушах, весь в золотых куполах. Есть на что посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Такая интересная достопримечательность на Майдане. Это нулевая точка. Именно с этой точки идет отсчет в разные-разные города мира. И вот здесь есть перечисление всех городов. И даже есть Душамбе. Вот он родной. С Душамбе по прямой 7218 километров. То есть Киев оставил сильнейшее впечатление. А я до сих пор хочу в нем вернуться, хочу еще пожить. Это энергетика этой города вот такая. Представляете, заходите просто в подземный переход. Вот представляете, подземный переход. Заходите. А там внутри стоит пианино. И играет женщина на пианино. Это как так? Пианино я вижу только, я не знаю, в театре или в симфоническом оркестре где-нибудь, в филармонии. А там прям играет, причем профессионально играет. Да ладно? Я через 2 дня в этот же переход зашел, смотрю, там уже ребята на скрипках фигачат. Все так профессионально. То есть вот этот колорит Киева, да, он не был, наверное, нигде. Я больше такого не встречал нигде. Ребята играют на музыке, там, не знаю, люди танцуют. Столько пар, все романтика, обнимаются, целуются. Вообще вот такой оставил впечатление Киев. Майдан какой красивый. Этот огромный памятник, стела стоит. Люди вокруг ходят. Я продолжу. Действительно, Киев очень продвинутый в экшен, музыкальных экшен вещах. Буквально недавно, ну, может, как недавно, пару лет назад я увидел клип, который сняли ребята. А он был постановочный. Где-то на станции метро, на выходе станции метро Киева. Ребята бэнд играют и играют песню Кикабидзе. Ух ты. Да. По аэродрому, по аэродрому. Классика. Да. И потом экшен заключался в том, что тут появляются самки Кикабидзе в сопровождении. А, я видел. Да, да, да. В сопровождении стюардесс. В стюардесс. И самое главное у него в руках был Грин Крокодайл. Если вы помните, да, это момент. Да, да, да. И все это имено. Одно из незабываемых мест, которое мне, в принципе, москвисты показали, привели и сделали экскурсию. Это монумент Роди да мать. Это такое, ой-ой-ой, оставляет такое впечатление. Можете представить, если я не ошибусь, это самый большой монумент в мире. Если я не ошибусь, возможно. Ну, за счет вот этого меча, да, это самый большой и тяжелый монумент в мире. Чем выше статуя Свобода. Да, да, да. Это такое многоуровневое, скажем, сооружение. Это не только сам памятник, да, который на Хургане разрушается. Снизу это музей. Музей славы и музей скорби Великой Отечественной войны. Он настолько красиво и правильно сделан. То есть там такая тишина звенящая. Представляешь, вот ты идешь и видишь, да, вот эти постановки. Там много-много-много касок, да, вот с советских времен. Они такие проржавелые. И в каждой каске дырка от пули. То есть это была чья-то смерть, скажем так. Идешь дальше. Другой зал, одни похоронки. Вот похоронки это были маленькие письмеца, которые приходили в семью о том, что их сын, брат, сват, отец ушел в мирной войне. То есть весь зал в похоронках, их там тысячи. Заходишь в другой зал, там на полу флаги, скажем так, немецкие флаги, немецкие кресты. Впечатление очень сильно, мурашки там зашкаливают. Я не знаю, нужно почаще вводить туда детей, новое поколение, чтобы они видели, чтобы они помнили, какой ценой досталась победа у наших дедов. Это, конечно, сильнейшее впечатление в кругосветке оставил этот монумент. Плюс на самом монумент можно забраться. Есть экскурсии, в которые можно подняться, ну, точнее, прямую копеечку. И с экскурсоводом поднимаешься, если не ошибаюсь, то есть на плечо, на половину расстояния этого монумента. Метров, наверное, 40 или 50. Но я был бы не я, если я бы не прошустрел, а я слышал об этом мем, лайфхаки. Если договориться, если звезды правильно засветят, то можно найти правильных людей и за определенную копеечку рвануть в технический ход. Технический ход, скажем так, он чуть опасный. Там метров 30 нужно будет пролазить по пожарным лестницам, там страховаться нужно, одеваешь страховку. Но это того стоит, потому что ты, в конце концов, выходишь на левое плечо женщины, и высота получается 168 метров. Представляете, 168 метров под тобой клетка, здесь клетка, то есть пропасть такая. Ты видишь вот эту руку с мечом, и ты находишься вот здесь. Это вид потрясающий. Вот в таком месте я побывал. Сильнейшие воспоминания. С такого места увидеть Киев, это дорогого стоит. Киев, зачет, пятерочка. Камон и писать! Еще раз привет. Высота 4170 метров. Четвертый день в Боливии. А он говорит, а не хочешь ли ты попасть в Припять, Чернобыль? Моя мечта. Вот, видите. Жутко. По видео не передастся, но везде капает вода, как в жутких фильмах. То есть как быть на Украине и не попасть в Чернобыль? Это невозможно. Тем более для меня, а я свой путь чуть-чуть связывал с экстримом. То есть у меня был он не весь рафинированный. То есть я попадал в места, где ой-ой-ой и ай-яй-яй. Естественно, я согласился и первым делом рванул туда. То есть тур... Тур был без ночевки. Я сейчас расскажу, какие были моменты ночевки. Это тур обычный. То есть в нем нет ничего криминального. Собираются туристы и везутся в город Припять. Он находится в отдалении, скажем так, от города Киева. Нужно до него доехать. Но есть определенные моменты. Начиная с того, что у тебя должны быть длинные брюки, длинные рукавы. Ты не должен быть в шортах. То есть в момент радиации он очень там присутствует. Одежда не должна быть пропитана свинцовым пороском. Нет, свинцовым нет. Но ты не должен... Хотя ты должен был одеть свинцовые трусы. Нет, так ты трусов тоже не был? Мы с собой ничего не привезли. Я не свечусь? Сувенирчик какой-нибудь. На самом деле мы смеемся, а там очень серьезно к этому относятся. 320 тысяч солдат принимали участие в Батчицкой этой территории. 320 тысяч солдат выполнили приказ. Что с ними стало? Всем понятно. Есть зона отчуждения. Это было очень серьезно. 30-километровая зона отчуждения начинается, с которой дальше уже никто не живет. То есть ты едешь, тебя везет микроавтобус, где гид говорит, идите только за мной. Шаг вправо, шаг лево нельзя. Радиация, все грязно. Идите вот здесь, вот он там. У нас не было дозиметра, который вырынкал были, показал. Но когда я смотрел в интернет другие туры, там прям люди, сталкеры, которые ходят по Припяти, у них там зашкаливает радиация очень-очень даже, скажем так, зачетно. Поэтому мы следовали за гидом. Она нам показывала, это была девушка-гид, показывала моменты, рассказывала об этой большой катастрофе Советского Союза. К большому сожалению, огромный город был эвакуирован после взрыва на Чернобыльской АЭС, если вы знаете. Было очень много жертв. По неофициальным данным, насколько мне рассказал гид, погибло по тем или иным причинам, связанным с радиацией, облучением, здоровьем и все остальное, около 500 тысяч человек. Но это неофициальные данные, да, к сожалению большому. Вот такой вот момент. Что такое город Припять? Этот город был одним из самых развивающих городов Советского Союза. Там, откуда шла эта информация, там было самое большое количество Волк на душу населения. Волк, это автомобиль Волга, если помните, самый дорогой автомобиль Волга, который был в Советском Союзе. Так как там было много ученых, так как там было большие зарплаты, там были огромные родильные дома по 5 этажей, то есть жизнь кипела. Если я не ошибаюсь, город прожил всего лишь 15 или 16 лет. И после катастрофы он был просто эвакуирован, и все, что от него осталось, это руина. Сейчас это город-призрак, в который вводят туры, но ощущение очень сложное. Ты приходишь в этот город, он весь зарос деревьями, лианами, лесом. Лес поглотил его. Заходишь в здание, знаешь, что там люди жили, они там готовили, любили, рожали. А сейчас это все как в фильмах ужас, ужасов. Берет-берет свое. Она просто съедает этот город. Она возвращает, возможно, то место, как оно было до этого города. Но впечатление не очень хорошее. Ты видишь этот реактор, он закрыт. Видишь останки реактора, который взорвался. То есть раскореженные краны. Увидишь место взрыва. Это все показывает страшное зрелище, не очень хорошее. Я постарался отбиться от группы, чтобы побольше впитать энергетики. Чуть-чуть заблудился и зашел в кафе, которое в свое время было огромным кафетерием с мозаикой. И вот идешь по этому разбитому полу. Сверху что-то капает. И вот такая гнетущая атмосфера. Это кошмар. А еще очень сильный был момент, когда мы зашли в детский сад. Представляете, в детский сад, где нам детей эвакуировали. И ты идешь, наступаешь по этим игрушкам, которым много-много лет. Брошенные. Брошенные игрушки. Они в перемешке с осадками противогазов. Ты по этому всем идешь, ты все это видишь. То есть, ой-ой-ой, очень такое... Кто любит экстрим, вот им вот в Припять... Я наслышан о сталкерах, о ночевках. О ребятах, которые нелегально попадают сквозь кордоны в этот город. Живут там неделями на выживание или там кто больше выживет. Остаются вот в этих домах. Ну, там нужно иметь сильную смелость, скажем так, и сильный дух, чтобы там ночевать, оставаться, жить. Нужно тебя не любить, потому что ночь там, ты столько хватаешь. Там страшно, там страшно, жутко. Такие звуки страшные, очень жутко. Днем-то было жутковато. Что там творится ночью, я не знаю. Мы под конец вечера уехали. Ощущение осталось очень не из приятных. Но это было нужно пройти, чтобы понять масштаб катастрофы, который произошел в Чернобыле. Еще интересный момент, когда выходишь из зоны отчуждения, ты проходишь через специальные сканеры. То есть, встаешь, проходите сканеры, он тебе показывает, ты заражен или нет. Представляете? И каждый из нас смотрит, если ты заражен, тебя оставляют, с тебя снимают всю одежду, ее утилизируют, тебя чем-то моют, и т.д. Тебя отпускают, естественно, что-то делают. Но неприятно было бы попасть в это заражение. Вроде мы все чистые, мы все вышли. Но такой интересный момент был про город Припять. Оставил очень-очень такие сильные, нехорошие воспоминания. На самом деле, вот сейчас Фархот рассказал об этом. Я практически каждый год участвовал в одной из крупнейших туристических ярмарок в мире. Это ITB, International Tourism Berlin. И в году, наверное, в 2017 появились первые две компании, которые делали промоут вот этого места. И именно вот с такими турами. И одна из компаний, она называлась Black Nuclear Tour. Короче, черный атомный тур, по большому счету. И они сделали 3D-фильм. Вот просто в те времена еще не было так продвинуто, что в это. И для нас я попал, я специально попросился к ним вот просто на этот. Зашел вот, они мне рассказывали. На просмотр, да? На просмотр. И вот то, что ты рассказываешь, действительно так и есть. Мы Таджики 5. Брест здесь сейчас. Всем привет! А вот наше посольство в городе Минск. В городе Герой Минск. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. В Киеве находится наше посольство. Посольство Таджикистана в Киеве, на Украине. Естественно, посольство видело мои передвижения. Они знали, что я еду. Так как мы тесно были связаны с Мидом, проект был одобрен Мидом. И посольство меня ждало. Позвало себя в гости. О, это был хороший день. Я приехал в наше посольство, увидел знакомые лица. Поел вкусной знакомой родной еды. Меня накормили, напоили. Плов, плов. Огромное спасибо чрезвычайному полномочному послу, господину Фазилу Холбобоеву. Рахмат, спасибо вам огромное за гостеприимство, за теплоту, за то, что путника таджикского не оставили внимания. Вам спасибо. Посольство Таджикстана в Киеве. Рахмат, барадаро, спасибо. Рахмат и колон. Третьим городом в Украине, знаменитым городом, был город Львов. Или Львив, если правильно его называть. Красивейший город, очень древний, с вот такой архитектурой. Ну, скажем так, он находится на границе с Польшей. И, скажем так честно, это польский город, с польской историей, с польской архитектурой. Отлично растужается. Ну, как есть, говорю как есть. Этим он и славится, то, что попадаешь. И абсолютно это не Киев и не Одесса. Вообще ты попадаешь, как будто в Польшу. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова всем добра со львова не могу не поделиться первый раз видишь такой хостел замечательный находится самом центре города до центра 400 метров до старой площади и там никого нет мы не дали ключи там нет никого и я купил за 7 долларов но там нормально на хостел 7-10 долларов я купил весь хостел нет никого вообще я один я мой велосипед моя машина парковка рядом представляете 5 звезд для путешественника обалдеть я хозяин хостела помните крылатую фразу артоза а скажет их было четверо да именно вот на этом дворике снимался фильм дартанян три мушкетера именно здесь у него была назначена дуэль и мушкетерами фильм снимался здесь история те же самые мощеные дорожки те же самые ратуши остроконечные дома черепица то есть моменты вообще попадаешь в европу европа европой то есть львив всем советую есть кто будет путешествовать по украине попасть в львов город на пятерочку есть что посмотреть а еще больше есть чем покушать потому что львив славится своими ресторанами это гастротур настоящий через каждый дом это ресторан причем ресторан не просто где можно покушать а этот тематический саран я вот такого не видел нигде одно из самых знаменитых мест во львове это арсенал здесь всегда очередь записываешься ждешь где-то полчаса здесь и готовят самые вкусные ребрышки во львове а вот мой байк вот он мой дружище как меня возит по всем городам ну что ж ты записался ждем посмотрим что это такое рассказываешь что это такое например заходишь в ресторан называется справедливость и мясо ну думаешь но что-то мясное и справедливое а это не справедливости мясо это ресторан садом азо туда заходишь а я не знаю иди туда еще один очень тематический ресторан в центре старого львова называется справедливость и мясо да только здесь можно поесть с участием палача и всяких пытательных тем уже бьют уже бьют пытки те кто не платят в этот ящик и пытать интересное тематическое место и целая куча пытательных вещей он по-моему не заплатила я думал он шутит особенная фишка этого ресторана эти руки рубят палец если заплачешь я готов он на месте кошмарно вкусно скажу я вам по этому поводу другой ресторан там я уже не кушал я просто ходил гладил как на музей то есть ресторан фишка ресторан то что он такой высокий дом 4 этажа очень как свечка высокий каждый этаж когда у него посадочные места на самом верху на печной трубе сидит трубочист трубочист это естественная скульптура но здесь наверх и по поверить должен кинуть в него какую-то монетку чтобы твое желание исполнилось и вот представляете вот люди сидят четыре этажа людей туристы поднимаются наверх кидают в него ты сидишь кушаешь и сверху сыпятся деньги по четырем этажам сыпятся деньги то есть фишка ресторана взять каждый кинет монетку а там проходимость огромная ужасно и вот водопад из денег сыпется на твои головы на тарелки остальных вот такая фишка другой ресторан большое высокое здание как наверх поднял старинный автомобиль я не знаю на самой крыше старинный москвичок вот который качается то есть в пропасть пропасть он качается над крышей и людей уйма чтобы сесть в нем покушать и покачаться там но таких моментов очень много то есть туристический город туристов очень много поэтому и таких моментов очень много в очередной ресторан я зашел это музей светильников представляете 5 этажей и там тысячи светильников начинать самых 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 я не знаю первых кончать самыми высокотехнологичными ходишь по львову рот развивается это удивительный город очень вкусный колоритный классный всем советую на пятерочку львов 5 мотоциклистов особенно мотопутешественников есть особая миссия на карте который нельзя объезжать ты должен заехать должен побыть посидеть подумать конце готов в конце концов отдать дань памяти тем кто ушел одно из таких мест находится на украине в городе белая церковь это памятник ушедшим байкером тем нашим мотобратьям и сестрам которые ушли в дороге его поставил юра магистр он дал свою голду чтобы извоять его в бронзе вот такой вот он сделал интересное дело огромное спасибо тебе его байкерское имя магистр у меня я 16 лет езжу на мотоцикле мне сейчас 64 я уже не езжу потому что приболел видно старость приходит ну и это надо было испытать вот после 60 и стало тяжелее немножко мотоциклы у меня стоят но ездить не могу потому что приболел инсульт это такой проблемы старость дай бог здоровья спасибо ну молодость зато была хорошей чем тяжелее старость тем ярче молодость и наоборот памятник создавал потому что ездил первый ездил много ездил далеко вот сейчас мы встречаемся и нас много нас много там по украине уже я не знаю может пятьдесят тысяч человек раньше было один два три там на одной руке можно было всех посчитать кто ездил поэтому за такие длит долгие годы теряем друзей они уходят ну и так же как и я уходил но господь не принял многие прошли через клиническую смерть аварии все прочее но это и надо надо было что-то делать но я решил сделать сделать это это мой крест и я его очень благородно я его сделал вам огромное спасибо от предсамосклистер кто видит памятник любой может написать имя своего друга любой нет ограничений кто хочет пишет фломастером можно на колонии написать или фотографию там при приклеить на стене памяти любой может и будем помнить всех пытаться стараться не забывать память это наше будущее это стела знаменитая на весь снг огромная стела с моноциклом и девушкой на моноцикле которые летят в горизонт каждый из байкеров каждый москвистов наверное должен там побывать остановиться подумать о жизни отдать честь воспоминаний о байкерах у каждого есть знакомые или близкие которые ушли так что дядюр если ты смотришь этот сюжет огромное спасибо от лица всех моноциклистов за такой момент я знаю он тебе дорого стоил этот монумент это стела но то что сделал это дорогого стоит спасибо огромное спасибо украина зачет главное у всех есть два колеса дорога мотоцикл сели поехали солончак у юни это самое большое соляное и самое высокое озеро в мире и 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